Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейском портале Экзегет мы вместе с вами рассматриваем и пытаемся уяснить для себя смысл трудных мест Священного Писания. И сегодня действительно несколько такое вот скорбно-непростое повествование из Ветхого Завета, из Четвертой Книги Царств о пророке Елисея и малых детях, о том, точнее вот почему получилось так, что пророк Елисея проклинает детей и две медведицы, которые выскакивают тут же, они раздирают 42 ребенка. Ну, представляете, да, это вот, можно сказать, целый детский сад. Как такое вообще возможно? Почему такое допустимо, тем более в Священном Писании? И вот люди специально задают вопрос в этой связи, почему же он так жестоко обошелся с детьми? Почему на страницах Ветхого Завета периодически мы видим жестокость? Это что, вот время было такое? Ну да, на самом деле и время было такое, вот и слава Богу, что мы живем уже в новозаветное время, когда благодать Божия значительно сгладила такие вот жестокие нравы людей, но на самом деле, когда люди теряют благодать Божия, то они проявляют еще больше жестокости, чему урок минувший 20 век, вот, с его революциями, с его величайшими войнами. Но что касается самого события, во-первых, Библия — это книга правдивая. Вот как было, Библия так и повествует. Вот можно было бы как-то сгладить, приукрасить, а вот тут нет. Повествуется о том, что, я зачитаю, да, вот, «И пошел он, то есть пророк Елисей, оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети, вот так мы читаем в синодальном переводе, вышли из города и насмехались над ним и говорили ему, «Иди, плешивый, иди, плешивый». Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господнем. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка». Вот действительно такое достаточно жестокое наказание. Ну, отчасти мы можем сравнить это, если брать Новый Завет с наказанием Анании и Сапфиры, которые, как только грех их раскрылся, падают бездыханными перед апостолом Петром. И общее, во-первых, вот что нужно отметить? То, что люди вне рая, оказывается, уже несут очень тяжелые страдания всевозможной жизненной превратности. Пока люди жили в раю, то в них царила любовь, царил мир, взаимная гармония, взаимодополнение, потому что люди были причастны Святому Духу. Но как только люди утрачивают райское царство, как только они лишаются благодати Святого Духа, то все начинают друг друга пожирать, воевать, враждовать. Поэтому на нашей земле ждать справедливости и ждать такого безболезненного существования просто невозможно. А если уже конкретно разобрать вот этот момент пророка Елисея и малых детей, то тут вот, братья и сестры, есть несколько очень важных моментов. Во-первых, здесь упомянут Вифиль, и нужно вспомнить, что в это время в городе Вифили процветало идолопоклонство. Оно там началось еще с первого израильского царя Иераваама. Помните, вот как после смерти Соломона общее царство, оно делится на два царства. На иудейское, где Рваам, и на израильское, большее по количеству колен, где Иераваам. Но ведь город Иерусалим находился в Иудее, где храм единственно истинному Богу. И вот уже первый царь Иераваам, он специально изготавливает двух тельцов для народа. То есть, как бы тоже вот этот параллель. Помните, когда при Аароне, когда Моисей был на Синае, получал заповеди Божии, а уже Аарон ради успокоения людей делает им тельца, как просили люди. Вот такое постоянное тяготение к идолопоклонству. И Иераваам, он специально изготавливает двух тельцов. И вот одного он ставит в Дании, а другого он ставит в городе Вифили. То есть, Вифиль становится центром определенного идолопоклонства. Потом при царе Ахаве наступает такая кульминация языческого нечестия, когда сплошь и рядом вот эти языческие стуканы, сотни языческих жрецов, пророков, точнее лжепророков языческих. И вот там при Ахаве тоже упоминается Вифиль, вот, как один из центров языческих. Но еще упоминается Иерихон, город, который когда-то был разрушен, и его Иисус Новин проклял. И говорил так, что если кто-то попытается восстановить этот город, то будет наказан. И вот при царе Ахаве появляется такая личность по имени Ахиил, который восстанавливает город Иерихон. И вот зачитаю вам интересные такие слова. В его дни, то есть, во дни царя Ахава, Ахиил вифилянин, то есть, заметьте, вот Ахиил, он происходит тоже из Вифиля, построил Иерихон. Вот он происходит из этого города, ставшего центром идолопоклонства из Вифиля, и при этом восстанавливает другой город, в котором когда-то жили язычники, пока Иисус Новин не завоевал этот город. И что происходит? Ахиил на первенце своем Авераме, он положил основание его, то есть, на первенце кладется основание города, и на младшем своем сыне Сигубе поставил ворота его по слову Господа, которую он изрек через Иисуса сына Новина. Причем, через Иисуса Новина это изрекалось, ну, вроде как наказание, что дети пострадают того, кто попытается восстановить Иерихон. Но хочу отметить, что среди языческих народов, вот в частности в Индии, я вспоминаю, там была такая порочная практика, когда вот или город новый строится, или новые ворота, или даже какой-то вот новый дом, и туда обязательно в качестве жертвы клался убиенный человек. Считалось так, что для снискания благословения богов нужно принести человеческую жертву. И вот часто именно в основании города клалась какая-то человеческая жертва, и тут получается, может быть, это так, может быть, нет, но возможно, что вот эти люди, склонившиеся к язычеству, они даже жертвовали своими сыновьями. Вот до чего дошло идолопоклонство тех времен. Но именно при царе Ахаве, как вы помните, появился пророк Илья. И вот он с помощью Божией весьма активно проповедует и побеждает этих пророков. Мы не будем пересказывать житие пророка Ильи, просто скажем, что с ним связаны вот два таких ключевых события. Ну, не только то, что он учитель пророка Ильи, а каких два события. Что, во-первых, он действительно наглядно побеждает языческих пророков, когда те пророки не могут низвести огонь на свою жертву, а по молитве пророка Ильи на его жертву нисходит огонь с неба. И второе важное событие – это то, что пророк Илья, он основывает в израильской земле школы пророческие. И вот в этих школах учились, ну, их называли иногда сыновья пророков, сыновья пророческие. И они, может быть, не всегда сами сподоблялись дару пророческого, хотя и такое тоже бывало. Но самое главное – они были искренними последователями божьих пророков. И вот такие школы были как раз основаны в этих языческих центрах для того, чтобы как бы противопоставлять язычеству. И в Иерихоне была такая школа, и в Вифиле, где находились сыновья пророческие. И вот когда наступают самые последние дни пребывания на земле пророка Ильи, то с ним находится вместе Елисей, и вот они идут. И пророк Илья пытается как бы оставить Елисея, в Вифиле оставить сначала, а потом в Иерихоне. Когда подходят к Вифилю, оттуда выходят вот эти сыновья пророческие, то есть ученики пророческой школы. Они предсказывают Елисею, что учитель его будет взят на небо. Знаешь ли ты об этом? Он говорит «Да, знаю». И он отказывается остаться здесь, он отказывается расстаться со своим учительем. Потом то же самое в Иерихоне. И вот Елисей последует всецело за пророком Ильей, за Иордан. Там Илья возносится на его глазах и сбрасывает ему свою милость, свою накидку из козьей кожи. И Елисей возвращается за Иордан, разделив воды на две стороны. И дальше что мы видим? То, что его встречают в Иерихоне. Его встречают сыны пророческие, и в Иерихоне ему уделяется особый такой вот почетный, можно сказать, прием. И сами жители Иерихона, они показывают свое благорасположение к пророку Елисею. И в ответ на вот это благорасположение, из-за того, что они принимают Божьи служители, Елисей, можно сказать, благословляет их. А благословляет через что? Вот оставался он в Иерихоне, читаемый, и сказали жители того города Елисею. Вот, положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна. И когда вот они приходят к ему с этой нуждой, то Елисей решает пойти к ним навстречу и говорит, принесите мне новую чашу, положите туда соли. И вот он вышел к истоку воды, бросил туда соли и сказал, так говорит Господь. То есть, в данном случае Елисей уже выступает не просто как отдельный человек, а он выступает от лица Божия, как Божий пророк, Божий служитель. И так говорит Господь. Вот так мы видим, что город Иерихон, который некогда был проклят Иисусом Новином, который был языческим городом и восстанавливал его Ахиил тоже как центр идолопоклонств, город Иерихон. Он вдруг обретает благословение Божие. Во-первых, почему? Потому что там прибывают, там есть школа пророческая, там вот эти сыновья пророческие, то есть духовные последователи пророков. И жители Иерихона, они всецело обращаются к Богу, и вот они принимают Елисея как Божьего служителя, и он их благословляет. То есть город языческий обретает благословение, и поэтому и вода становится здоровым, и от бесплодия они исцеляются, все, на них почивает благословение Божие. А вот дальше он идет в город Ивифиль, который-то издревле был на самом деле тоже городом богоизбранного народа, не языческим. Но вот тут мы что видим, что уже не упоминаются сыновья пророческие, еще до восхищения Ильи они упоминаются, а теперь они не упоминаются. И вот есть такое мнение в библеистике, что жители Вифиля, они, узнав, что появился теперь вот новый пророк, который единому истинному Богу служит, преемник Ильи, пророк Елисей, они решают выступить против него, и они пытаются укрепить то язычество, которое в них было со дня Иераваама, вот этот телес поставленный там, и потом вот эти вот тоже идолопоклонства при Ахаве. И что получается? Вот есть такое мнение, что поскольку здесь уже не упоминаются сыны пророческие, которые упоминаются в Иерихоне, а в Ифиле вот про них все, слова нет, что жители Вифиля, вероятно, от них избавились, и они отказываются принять пророка Елисея, вот как божия посланника. Иерихон принял его, Иерихон сподобился благословению, хотя был изначально языческим городом. А вот Вифиль? Нет. Вифиль не хочет принять Елисея. Мы читаем, и пошел он оттуда, то есть из Иерихона, Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города, то есть из Вифиля, и насмехались над ним и говорили ему, иди, плешивый, иди, плешивый. А это было, вот считалось по законам того времени, оскорблением. Вот специально посылают жители города кого? В синодальном переводе мы читаем малые дети. Но на самом деле, если взять тексты древние, если взять древние еврейские, вот сохранившиеся тексты, то там сказано не дети, а такое слово наар, то есть юноши. Да, они были детьми жителей города Вифиля, но по возрасту им, юноши, ну даже где-то до 20 лет. И второе, тут мы читаем малые дети, а там по-древнееврейски кетоним, то есть незначительные. Незначительные такие подростки, которые были неблаговидны, не отличались высоким образом жизни. Вот знаете, когда начинается становление жизни, вот детство – это чистая такая пора, потом отрочество, когда, ну, ни то, ни сё, да, и туда, и сюда, и свободу ищет, и хочет всё попробовать, и не всегда слушается, а потом, когда вот юноша, то он уже определяется, либо вот он туда идёт, а кто-то уже скатывается, ну, допустим, в наркоманию, да, или даже какие-то страшные блудные грехи. И вот в этом возрасте юношеском уже может определиться всё направление будущей, дальнейшей жизни. И в данном случае вот эти нааркетоним, то есть это именно такие невысокого образа жизни, наглые, наглые юноши, которые ведут себя неподобающе. Да, они дети, они действительно дети вот этих жителей Вифиля, но они выступают для того, чтобы осмеять пророка и прогнать его. И поэтому они говорят ему, иди, плешивый, иди, то есть уходи отсюда, мы не собираемся тебя принимать. И вот, то есть это была позиция всего города, это было выражение язычества и такое надсмехательство, да. Вот помните, как был наказан грех хама, который надсмеялся над своим отцом? И вообще в Священописании ведь говорится так, что кто злословит отца или мать, тот смертью да умрёт, потому что ты лишаешься благословения Божия. А всякий вот, не просто старший человек, а именно учитель, пророк это учитель, это учитель от Бога, он тоже как отец духовный. И вот отвержение, злословие духовного отца в данном случае, оно тоже, согласно вот этому закону ветхозаветному, оно карается смертью. И что происходит? Он оглянулся, пророк Елисея, и увидел их, и проклял их именем Господнем. То есть фактически они лишаются благословения Божьего. Когда Иерихон обрёл благословение Божье, и всё стало хорошо, вода исцелилась, прекратились бесплодия, Господь с ними пребывает, то здесь наоборот. От них отнимается благословение Божие, а без Божьего благословения ты не защищён. И на тебя могут упасть такие превратности, которых ты даже не ожидаешь. Вот почему важно всегда и детей своих благословлять, и благословлять близких людей, потому что, когда мы благословляем их именем Божиим, даже просто перекрестим, вот во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, аминь, то благодаря этому молитвенному призыванию с ними будет благодать Божия, которая сохранит близких нам людей. А здесь вот это вот проклятие именем Господнем, оно отняло от них благословение Божие, они оказались незащищёнными, и происходит такой вот несчастный случай, выскакивают две медведицы из леса и набрасываются над них, но погибают не все, а упоминается 42 ребёнка. Вообще, конечно, чисто по-человечески, вот трудно представить, как, если выскочили две медведицы, да, то ведь обычно все в рассыпную бегут, и как так удалось двум этим крупным, конечно, зверям, которые догонят любого человека, но как удалось растерзать сразу 42? Ну, может быть, и не сразу, кстати, может быть, это было особое такое тоже вот действие Божие наказующее, а может быть, здесь речь идёт просто вот даже о числах, потому что число 42, которое в Библии, это тоже число имеет свой смысл. Ну, допустим, вот у евангелиста Матфея мы читаем, что от Авраама до Иисуса Христа трижды по 14 родов, и всё вместе это 42 рода. И получается так, что 42 род, во время которого Христос приходит в мир, вот этот 42 род, он не принимает Христа, то есть как бы 42 здесь выражает некое богоборчество, неприятие Бога или посланников Божиих. Также в Апокалипсисе там упоминается внешний двор храма, и там тоже вот это в мерах измерения 42, вот не помню точно уже в каких-то мерах было, то ли локти, то ли ещё чего, но там сказано, что этот двор будет попираться язычниками, то есть тоже 42 соотносится с чем-то против Бога. И царство Антихриста, оно исчисляется на протяжении 42 месяцев, тоже, некое богоборчество, то есть в данном случае это число как бы встраивается в общую библейскую такую символику, и оно здесь указывает богоборческий настрой вот этих подростков или юношей. И последнее, что мы можем сказать, что вот может быть тоже Господь через этот несчастный случай, Он уберёг этих отроков от дальнейших, ещё худших падений. Вот когда Господь видит, что исправление трудно, возможно, для данных подростков, для данных юношей, то Господь заблаговременно забирает этих людей отсюда. И вот мы знаем, что когда Спаситель сходил во ад, то многие, которые некогда были непокорны, они раскаялись и приняли Христа, будучи уже в аду. Об этом мы читаем в Соборном послании апостола Петра, что даже те, которые во время строительства Нового Ковчега, они были непокорны, но и им, вот этим мёртвым, было благовествуемо, чтобы они спаслись своими душами и были возведены в рай, в Царство Небесное. Поэтому конечной судьбы этих детей мы не знаем. Может быть, как раз души их, благодаря вот этим страданиям, наглядному наказанию и тому, что в аду они тоже во время сошествия Христа в глубины преисподней они могли принять его, то, может быть, они тоже возведены в райские обители. А для всех нас это огромный урок, что никогда не нужно ни над кем надсмехаться, ёрничать, вот так вот злословить кого-то, потому что мы можем тоже оказаться в числе таких богопротивников, ведь каждый человек – это образ Божий, поэтому не будем насмехаться ни над кем, а всех стараться благословлять именем Божиим. Вот так вот мы рассмотрели эту печальную историю, связанную с Елисеем и наказанием детей языческого города Вифиля. Я думаю, что это станет и для всех нас тоже большим разумлением, а на этом мы пока что остановимся. Храни вас, Божие! Субтитры сделал DimaTorzok